Андреев, я президент компании, которая называется Art of Inspiration, которая представляет вам сегодня художников и фотографов нашей команды. Команда, которая состоит из 65 художников и фотографов из 6 стран мира, которые сегодня представлены здесь на выставке. Здесь можно видеть и оригиналы, здесь можно видеть и принты, которые мы сделали с произведений художников и фотографов. Итак, я сегодня хочу представить вам поименно людей, которые сегодня представлены здесь. Прекрасная художница Любовь Лобас, с которой мы уже 3 года вместе работаем, творим и выставляем ее произведения. Вот здесь это произведение художника Александра Шабатинеса из Латвии, но живет он и работает сегодня в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Это удивительный художник, работы которого на СОЗБе проданы были количеством 53 работ. Это единственный русскоговорящий художник, который продал такое количество работ на СОЗБе. Микола Мамчур из Украины, но, опять же, он сейчас на Украине, сейчас он в Киеве, но вообще он работает и живет сейчас тоже в Нью-Йорке. Недавно присоединилась к нам необычная художница, которая вот таким образом творит картины, Алевтина Игнатьева, которая вот таким образом представляет окружающую нас жизнь, окружающую нас природу. И мне нравится очень этот искусство, поскольку оно в то же время и примитивно, но в этой примитивности есть определенная красота, поскольку она видит очень-очень просто то, что она пишет. И от этого, это, конечно, произведение очень привлекательное. Евгений Лукьянов уже три года тоже присутствует в нашей команде. Очень хороший фотограф, снимает прекрасные работы. Дальше и... Да, вот у нас уже два года в нашей команде Евгений Таневицкий. Здесь месяц назад в этом прекрасном доме была выставка, его персональная выставка. И мы представляли его работы. И вот одна из этих работ, их две здесь на нашей выставке, представлены произведения Евгения Таневицкого. Он работает в области дизайна, в области модел-дизайна. И вот пишет такие необычные полотна. Ольга Кемри из Москвы присоединилась нам месяц назад. Вот увидеть так мир, микромир или макромир вокруг себя, конечно, вот в этом есть какая-то удивительная совершенно красота красок, красота света. Вообще фотография – это живопись, живопись цветом. Пишут цветом, фотографии пишут цветом. Итак, это фотограф Абрам Беккер. Абе Беккер, который живет в Бостоне и вот творит такие чудеса своей фотокамерой. Вообще он очень, практически всю свою жизнь он снимал и снимает фотографии. И он блестящий мастер, конечно, в области фотографии. Здесь мы вот наверху видим двух художников. Сергей Гагаузов, он работает и творит в городе Воркуте, в России. Андрей Басов – художник из Белоруссии. Блестящий художник, которого я очень люблю и обожаю, и которого с удовольствием пригласил участвовать в нашей команде, в команде Art of Inspiration. Сейчас он, вообще он работает и творит в Белоруссии, в Минске. Это большая династия художников. Его отец был очень известным художником в Белоруссии и вообще в России, и в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе. И вот здесь была его персональная выставка и прошла очень успешно. Александр Ильмов. Вот обратите внимание на этот момент. Эта фотография нравится очень многим. Она очень динамична, она очень интересна, она очень привлекательна по своей динамике. Недавно к нам присоединился Игорь Брусенков из Москвы. Вот четыре месяца назад. Вот увидеть и понять, он умеет очень строить кадр. Это композиционный кадр, который позволяет увидеть эту красоту, необычность момента, которая вот сегодня здесь представлена. Художник Андрей Церс недавно присоединился тоже к нам. Вообще у нас много очень новых членов команды, поэтому мы с удовольствием, я с удовольствием вам их представляю. Он мыслящий, интересный и необычно видящий мир художник. Вот его работа. Это принт, это не оригинал, это принт, но очень интересно сделан. Совсем недавно к нам присоединилась Лена Седых. Вот ее две работы. Совершенно интересно по мысли, по сочетанию красок, по самовыражению, которое идет на полотнах. Сочетание цвета и фигур необычно, очень интересно. Она сегодня очень известна в Европе, и мы хотим сделать так, чтобы ее картины появились и здесь, на рынке, и появились в наших галереях, которые могли бы украсить любую коллекцию тех, кто увлечен живописью. Она издала свой альбом, она сделала необычный очень CD, на котором, на DVD, которым она рассказывает о своем творчестве. Называется «Вкус хлеба. Вкус хлеба, вкус души». Сегодня вновь здесь представлена работа Сергея Помачина из Москвы, фотографа очень интересного и видящего макромир. Вот как Ольга Кемри, так непосредственно Сергей Помачин увлечен вот этим пятном красок. Вот это вот удивительное сочетание красного, синего. Очень интересно и очень весело, необычно. Это моя работа, это моя любовь, моя жена Виктория. Вот так вот я ее увидел. Вот так интересно она здесь присутствует вместе со мной. Это работа потрясающей художницы Ирины Лямпы, которая работает и живет в Нью-Йорке. Романтика невероятная, чувство какой-то света, динамики, ощущение какой-то фантасмагории. И вот этого полета, этот велосипед, это невероятная мысль. Она продаваема, она много очень пишет и очень много продает картин. Ее очень и очень любят коллекционеры, которые хотят видеть в доме ее работы. Это художница Дарья Гавров. Она пишет пастелью. Очень интересно, мне очень нравятся ее работы. Она в нашей команде уже два года и много интересного уже сделала. Это работа, которую я сделал в соборе Святого Петра в Риме. Это работа во многих коллекциях сегодня моих друзей и тех, кто любит фотографию, тех, кто любит свет храма в доме, как бы освещает. Иногда мне говорят, что она заменяет как бы людям икону, которая висит у них в доме. Мне это очень приятно. Я очень и очень рад, что она приносит людям добро и свет божественный. Это художница Татьяна Чарная. Она живет и работает в Нью-Йорке. И вот так пишет. Интересно, динамично, цветовые пятна. Мне очень нравится эта работа. Работа Александра Варыханова, который живет в Волгограде, в России. Он присоединился к нам совершенно недавно. И мне очень и очень нравится, как он работает в области фотографии. Посмотрите, какие интересные вообще цветовые сочетания. Какой интересный портрет сделан. Это Евгений Таневицкий, о котором я уже ровно рассказывал. Дальше пойдет картина одного из первых людей, которые посоединились к нашей команде, американского художника Джеймса Джаздорфера. Мы с ним работаем в компании. Вместе делаем много дизайн. Но вместе с тем он еще потрясающий художник. Самое главное, что он потрясающий друг, с которым мы много-много говорим о творчестве. И интересно, живем и думаем, как нам вместе сделать так, чтобы наше искусство, которое мы делаем, пришло к людям, пришло у дома. Дальше идет работа Сергея Борисенко. Он живет и работает в Иркуте. Сейчас он учится в Санкт-Петербургской академии художеств. Также работает с Рой акварелью. Это очень интересная работа. Ему тогда было здесь 16 лет, когда он сделал вот эти виды европейских городов. Это вот та работа Андрея Церса, о которой я уже рассказывал. Это как Мадонна с ребенком. Очень интересно сделано, очень интересно продумано, очень интересно привлекательно. Как форма продумана, письма. И интересное сочетание цвета, линий. Очень интересно. Это Александр Шабатинус, о котором я уже вам рассказывал.